Равенство, мужество, победа. Под таким названием прошел традиционный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно такими качествами обладают его участники. Они мужественно тренируются, состязаются и побеждают в различных спортивных дисциплинах. В залах волейбольного собрались более ста участников. Специальными гостями праздника стала команда спортсменов параолимпийцев по стрельбе из лука. Команду представляют спортсмены высшего спортивного мастерства по стрельбе из лука. Эти спортсмены представляют не только наш город и нашу область на соревнованиях различного ранга, но и нашу страну на соревнованиях международного уровня различного ранга, в том числе и на параолимпийских играх. Один из ее участников Алексей Селичев символично пришел в этот спорт ровно два года назад. Говорит, буквально подтолкнула судьба. Мне приснилось ночью, что я участвую в спорте, стреляю из лука. Поехал, купил лук и поехал в тир. В тире пострелял, понравилось. Сегодня он уже участник кубков, первенства и чемпионатов России в составе сборной Московской области. На торжественном открытии фестиваля ему вручили знак мастера спорта России. И таким чемпионом может стать каждый. Спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Одинец» принимает всех желающих для занятий спортом на бесплатной основе. Принимает всех желающих людей с ОВЗ, людей с инвалидностью, как взрослых, так и детей. И поэтому мы проводим пять мероприятий в год, в двух из которых у нас участвуют дети. Для детей это соревнования по мини-футболу среди участников коррекционных школ Одинцовского городского округа. А также летом физкультурно-развлекательный фестиваль, который в этом году мы проводили в парке «Раздолье». Ежегодно фестиваль поддерживают депутаты «Единороссы». Они уверены, сейчас это особенно необходимо, чтобы спортсмены продолжали тренироваться, несмотря на любые ограничения. На большом спортивном празднике было много позитивного общения и, конечно, спорта. Все желающие могли попробовать себя в настольном теннисе и гиревом спорте, поиграть в настольную версию боулинга и дарс. Но самое любимое состязание для всех участников – это дружное перетягивание каната. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».